Четыре шага вперед и индийский танец. А R101 или человекоподобный робот испытания проходят пока в сопровождении юного программиста. Поверхность неровная, сам не может на ней удержаться. У ребят из смены инновации и техническое творчество задание вдохнуть жизнь в железного человека, а точнее внедрить программу в его электронные мозги. Можно последовательно, пошагово выполнять движения для каждого элемента, для каждого узла мехатроники у роботов и, соответственно, записывать это как сценарий. Соответственно, из этого складывается программа движения и уже есть, конечно, большой простор для творчества. Можно любой танец запрограммировать, любое движение, абсолютно. Пока одни помогают ходить роботам, другие поддерживают людей. Таких, как Ольга Артамонова, на Иволге 20 человек. В отличие от физических, творческие возможности девушки не ограничены. Участвует в смене культурный бум с проектом «Радуга рукоделия». Говорит, чтобы ничто не отвлекало от успешной защиты, созданы все условия. Комфортно. Для нас тут положили асфальт. В каждой шатюре есть пандус. То есть я беспрепятственна. Ну, не только я. Все ребята заходят, заезжают. То есть очень удобно. Есть туалеты специализированные рядом. Организаторы форума уверены, на Иволге не то, что передвигаться, взлететь до небес может каждый. И с легкостью дотянуться до звезд. К ребятам приехал почетный гость, которому покорился космос. Много было вопросов, таких чисто эмоциональных, что чувствуешь, что видишь, какие мысли, какие ощущения. Хорошие ребята, видно, что им это интересно. Как обычно в таких случаях не хватает времени. Вот тут весь шатер почти вышел за мной. Ну, наверное, пообщаемся еще. После занятий и мастер-классов ребят ждала культурная программа. Спектакль в исполнении гостей из Пермского края. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.